МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Последние открытия астрономов полностью перевернули все привычные представления о загробной жизни. Впервые нашлось научное подтверждение библейской легенды о существовании ада и рая. К такому ошеломляющему выводу ученые пришли после того, как с помощью телескопа Хаббл обнаружили необычную туманность в виде ангела. Это часть той записи, которую удалось сделать астрономам. Туманность расположена в нескольких тысячах световых лет от Земли в направлении созвездия Лебедя. В древних текстах Майя это созвездие упоминается как место, где обитала высшая сила. По легенде, тысячи лет назад оттуда на Землю спустился Бог и создал человеческую расу. Прилетели боги с двух далеких созвездий, с Ориона и с Лебедя, сразу с двух. Они не стали воевать за Землю, а, скажем, создали некую такую конфедерацию, в которой и те, и другие боги решили на Земле создавать цивилизацию. Но если рай действительно существует и находится, как полагают ученые, в далеком скоплении звезд, то где же расположен ад? В Библии сказано, что в аду грешников ждут испытания огнем, который в сотни раз мучительнее земного огня. Это высказывание позволило исследователям выдвинуть невероятную гипотезу о том, что преисподний может находиться в центре самой горячей звезды, нашего Солнца. Каждые 15 секунд на Земле рождается один человек. Каждые 18 секунд один человек умирает. Смерть может застать каждого из нас в любое мгновение. Но что следует за границей жизни? Последние открытия ученых говорят о том, что умирает лишь телесная оболочка, а душа продолжает свое путешествие по бесконечному калейдоскопу миров. Господа, у меня для вас пренеприятнейшее известие. Вы бессмертны. И это известие пренеприятнейшее. Потому что, может быть, и очень хотелось бы кому-то здесь насвинячить и потом просто уснуть беспробудно и исчезнуть. А вот не получится. Человеку не удастся убить себя до конца. Даже самоубийца до конца себя не убивает. Он может остановить жизнедеятельность своего телесного организма, но он не более того. Понятия ада и рая существуют почти во всех религиях мира. В Библии сказано, в том случае, если на земле умерший не грешил, то за гранью жизни его душа ожидает вечное блаженство. По ту сторону света он встретит разнообразные ядства и увидит прекрасные сады Эдема. Другими словами, попадет в рай. Но что если здесь, на земле, удержаться от многих искушений не удалось? Что если при жизни человек приступил за бредную черту? В этом случае душа непременно попадет в ад и будет обречена на вечные муки. На ад обрекаются души умерших людей, не успевшие раскаяться на земле, или же не желающие такого покаяния. То есть не признающие свою вину. Но что такое ад? Как выглядит и где находится место, куда попадают без исключения все грешники? В 1978 году американские астронавты, находясь на борту космического корабля, исследовали солнечные вспышки. Неожиданно они стали свидетелями уникального явления. На Солнце произошел взрыв огромной мощности. Из глубины огненного шара на 800 тысяч километров вверх вырвался столб гелия и застыл на целых 70 секунд. В это время приборы корабля зафиксировали страшную картину. В огненном столбе появились сотни тысяч человеческих лиц, измученных пытками вечного пламени. Что это было? Видение? Или астронавты увидели то, чего, по мнению атеистов, не существует? Настоящий ад. Если в нашей Солнечной системе найти самое страшное с точки зрения религиозных деятелей место, то с их точки зрения, разумеется, претендентом номер один является Солнце. Хотя бы на том основании, что это, безусловно, самое жаркое место в обозримой части Вселенной. Только на поверхности 6 тысяч градусов, внутри многие миллионы. Действительно астронавты увидели силуэты горящих в огне людей? Или это были лишь огненные языки необычной формы? Комиссия, разбиравшая это дело, дала однозначное заключение. Все члены команды были психологически устойчивы. Перед полетом они прошли строгую медицинскую комиссию. А это означает, что обманом зрения или галлюцинациями подобные картины быть не могли. Более того, версия о том, что ад находится в центре раскаленного Солнца, не единственное, которое переносит это зловещее место в космос. Американские исследователи предположили, что души грешников отправляются парить в бесконечные просторы галактики. Конца и начала у Вселенной нет, и именно поэтому в огромном пустом пространстве души никогда не встречаются друг с другом. А это означает, что они обречены на вечные муки. Как если бы человек, заключенный в скафандр, был обречен вечно парить во Вселенной. Скафандр замкнутого цикла. То есть все вещества, которые человек выделяет, дыхание и так далее, он регенерирует и поддерживает физическую жизнь того, кто живет в скафандре. И человек в этом скафандре находится, и он не умирает. И он годами летает по орбите, он видит Землю, видит, как зажигаются огни городов, и так далее, грозы видит. Может быть, даже какие-то большие корабли в морях. Но его найти никто не может. И у него даже, как раз, радиосвязь поломанут. Так проходят годы, века. В этом состоянии, когда все органы продолжают функционировать, а пошевелиться невозможно, душа продолжает существовать. Нет кнопочки нажать, открыть, там забрало. И вздохнуть вакуум полной грудью. Нет такой возможности. Он вынужден жить. Скафандр не знает опции, длит. Вот он живет. Постепенно волосы отрастают у него. И заполняют, вылезают сюда, заполняют. Он не может даже поправить эти волосы. Рукой туда не дотянешься. Вот так вот потихонечку выделят заживо. Но это не единственная версия существования космического ада. Недавно исследователь Сергей Семенищев выдвинул новую теорию. Ученый считает, если ад находится в космосе, то не в его бесконечных просторах, а на каждой из девяти планет нашей Солнечной системы. Меркурий, потом Венера, потом Земля, потом Марс и так далее, так далее. Ясно, что на каждой из них, по мере удаления от Солнца, существуют разные климатические условия. Естественно, что мы не должны думать, что на том же Нептуне, где температура, и где период обращения другое, так сказать, там температура и климатические условия гораздо хуже. По версии исследователя, души умерших грешников в наказание за свои злодеяния отправляются на одну из планет Солнечной системы. Если человек грешит и так далее, он может переселиться в более нищую. Не может, а переселяется в более нищую. Я не говорю именно на Земле. Он переселяется, так сказать, на другой уровень, именно в иерархичной Вселенной. То есть, допустим, если там, ну, сколько-то ступенек, мы не знаем, находился он на седьмой, его там на девятую задвинули. Ну, как за грехи ваши, да? Если человек совершил убийство, то, вероятнее всего, его душа окажется на безжизненном Меркурии. Но у нее будет шанс искупить свой грех и переместиться на планету смене суровыми условиями. У нашей биооболочки, я не говорю о духовной сущности, у нашей биооболочки очень узкий температурный режим. Плюс пять, если мы выйдем там без спорткостюма, так сказать, ну, мы там через час постояли и окалели, да, грубо говоря, умерли. То есть, очень узкий температурный диапазон для жизнедеятельности. То есть, понятно, что на других планетах душа может существовать в других оболочках. Однако, если гипотеза ученого верна, то это может означать, что и наша планета – одна из ступеней ада. Это долина Яннома, расположенная к юго-западу от Иерусалима. С высоты птичьего полета она напоминает узкую глубокую горловину. Небо над долиной почти всегда облачное, по утрам ее затягивает серый туман, даже у деревьев, которые там растут, листва серо-зеленого цвета. Местные жители стараются обходить ее стороны. Ведь у долины Яннома есть и другое название – Адская долина или Гиенна Огненная. Концепция, согласно которой, ад не находится вертикально ниже уровня человеческой земли, да, земли, населяемой человеком. Он находится где-то в рядоположенном, с человеческим миром вместе. Вероятнее всего, можно говорить тогда не столько об Аде, сколько о Гиенне. Упоминания о Гиенне Огненной, как о месте на земле, где царствует сам дьявол, встречаются во многих древних иудейских источниках. Там же сохранились упоминания о том, что 2800 лет назад в этой долине язычники совершали ритуалы жертвоприношения богу Малоху, сжигая на костре своих детей. Каким-то божествам, по отношению к которым культ Яхве был враждебным. Такого рода жертвоприношения расценивались как недопустимые, как служение идолам. Место, где совершались идольские жертвоприношения, табуировались, запрещались для посещения и объявлялись ритуально нечистыми. Наши предки считали, что именно это глубокое ущелье является границей между миром живых и миром мертвых. Но где именно находится вход в царство теней? В поисках мы обратились к путеводителям по Иерусалиму. Оказалось, что Гиенна Огненная самое глубокое и крутое ущелье в районе древнего города. На самом дне, где когда-то совершались кровавые ритуалы, сегодня проходят большие музыкальные представления для туристов. Страшная история Гиенны Огненной превратилась в красивую легенду. Однако последние открытия ученых доказали, что у каждого места есть информационная память. А это означает, что и эти земли помнят чужую кровь. Есть действительно на земле большое количество мест, где присутствуют культы, где они присутствовали, где приносили жертвоприношения и так далее, и так далее. Это же тоже откладывается в этот печаток. Почему? Потому что есть память какая-то пространственная. И это место это помнит. Она помнит формирование вот этой вот какой-то энергии. То есть это может быть злость, страх, обида, гнев, все что угодно. По версии исследователей, места, где когда-то проходили кровопролитные сражения или устраивались жертвоприношения, впитывают в себя огромное количество негативной энергетики, и там образуются пространственные разломы. И в этот участок, как в ловушку, попадают души умерших. В зависимости от тех или иных параметров душа может попасть куда угодно. Она может, например, где-то застрять, потому что понятно, что существуют такие души, которых называют мучениками. Все, что связано с призраками, с привидениями и так далее, это мученики. Исследователи уверены, что таких пространственных разломов по всей планете существует несколько миллионов. Более того, душе, которое попалось в подобную ловушку, выбраться из нее уже не удастся. Когда душа попадает в какую-то энергетическую зону, она опять-таки программируется тем или иным образом. Как человек, да, вот человек рождается, он постепенно-постепенно программируется. То же самое происходит и там. И там, как правило, отсутствует программирование на выход. Чем больше человек делает зла, тем больше становится таких энергетических негативных зон на планете. И ученые опасаются, что однажды на Земле образуется одна большая темная зона. И тогда наша планета станет самым настоящим адом. Этот термин образован из двух букв. А и Д. Или Од. Тогда мы по-русски читаем Один. Начало счета. А Ад – это огонь дьявола. Или огонь Моисея. Которая, значит, сжигает и все превращает в самое настоящее, когда человек не может ни дышать, ни говорить, ни делать ничего. Он просто горит. Все на нем горит, и он сам сгорает. И все вокруг сгорает. Причина, по которой вся Земля окажется в огне, как считает ученый Анатолий Иванов, кроется в смертельных веществах, которые сегодня тоннами попадают в нашу атмосферу. Известно, что состав современного воздуха Земли сильно отличается от того, каким он был миллионы лет назад. Сегодня газовая оболочка Земли загрязнена, а концентрация вредных веществ в ней давно превышает все допустимые нормы. Коэффициент заполнения или наполнения атмосферы углекислотой должен достигнуть такого максимума, когда взорвавшийся, допустим, над Москвой или под Москвой ядерный заряд вызовет невероятнейшее количество образования новых элементов уранового ряда. А эти элементы, они настолько все реакционно способны и окисляют углекислоту и превращают ее в горящую фазу. Если вдруг однажды в каком-то одном мегаполисе произойдет мощный взрыв, то это обернется пожаром невиданной силы. Углекислота потеряет кислород. И СОО начинает гореть. И мы будем видеть всю атмосферу горящей. И она лишится полностью кислорода, и люди позадохнутся в своих квартирах, в своих убежищах, где бы они там ни были, они задохнутся. Это и есть самый настоящий ад. Изучая древние тексты, ученый пришел к выводу, что зловещая сила кроется в каждом человеке. Получается, что совершая грех или преступление, человек выпускает на волю дьявола. Однако сатана не всегда был абсолютным злом. Жажда власти и зависть сделали из светлого ангела, ангела падшего. Люцифер в переводе это несущий свет. Это один из первых любимых ангелов Бога, который восстал против него, ну и соответственно был скинут с небеса и отправлен в подземный мир. В библейской легенде сказано, что после изгнания из рая падший ангел появляется в образе змея, который искушает его. Он соблазняет первых, мужчину и женщину, после чего Бог низвергает их с небес. Вслед за змеем из рая были изгнаны еще несколько ангелов, которые затем превратились в дьявольских слуг. Находясь некоторое время на земле, демоны не нашли себе места среди людей и отправились создавать свой собственный мир под землей. Но если ад действительно находится где-то в глубине земли, то где искать таинственные врата в него? Исследователи Библии утверждают, что подножье горы Арарат описано в Священном Писании как вход в преисподнюю. Позднейшая интерпретация, считать подножье горы Арарат входом в ад, понятно, откуда эта интерпретация возникает. Если Ной причалил после потопа к вершине горы Арарат и, вероятно, там остались обломки Ковчега, выстраивается очевидная вертикаль. На вершине горы некое позитивное событие, у стопы этой горы, в низине, негативное событие. Ну, в частности, вот, например, бездна разверзается и оказывается, что это вход в ад. В 1998 году исследователь Вадим Чернобров собрал уникальную экспедицию по поиску таинственного входа в ад. Но в самом начале пути Вадим встретился с серьезными трудностями. Как оказалось, отыскать на земле ту самую гору Арарат не так просто. Возвышенностей с таким названием на карте мира несколько. И принято считать, что вершина, к которой причалил Ной со своим Ковчегом, находится в Турции. Ее высота составляет более 5000 метров. Однако существует и другая версия. По ней священная гора Арарат находится в Геленджике, в Краснодарском крае России. И последние исследования геологов это подтверждают. Стало известно, что акватория нынешнего Черного моря когда-то была суши, и на дне этой экватории было лишь озеро. Уровень воды при этом был на 180 метров ниже. И во время прорыва дамбы, того места, которое сейчас называется проливом Дарданелла и Босфор, когда хлынула вода в эту пойму, случился самый настоящий потоп с огромным количеством жертв. Всемирный потоп подробно описан в библейской легенде. По ней хлынувшая вода затопила все вокруг, но не поднялась до самой вершины горы Арарат, и она стала единственным спасением для Ноя и его Ковчега. Каждый год в один и тот же день и час на вершине Арарата можно стать свидетелем удивительного зрелища. Огромное количество мотыльков буквально усеивает каждый квадратный сантиметр этой вершины. И затем, словно по единой команде, это огромная стая, ну, фактически туча, подымается в небо и летит строго в направлении моря. То есть это полет в один конец. Ни один мотылек, скорее всего, оттуда живым не возвращается, потому что позже рыбаки видят этих самых мотыльков, плавающих мертвыми на морских волнах. Исследователи находят только одно объяснение этому чудесному явлению. Они считают, что таким образом освобождаются души грешников, которые пробыли в ваду целое столетие. Но если это действительно та самая библейская гора Арарат, тогда где-то рядом должен находиться и вход в ад. Изучив все легенды, Вадим Чернобров вместе с членами исследовательской группы стал подробно осматривать местность и опрашивать старожилов. Оказалось, что из поколения в поколение местные жители передают одну невероятную легенду о пещере дьявола, в которой человека охватывает леденящий душу страх. Вот эта пещера. Некоторые исследователи убеждены, что именно она – ничто иное, как вход в ад, описанный в древних источниках. Вертикальная шахта, в которую несколько раз пытались заезжие спелеологи спускаться, и каждый раз их оттуда выгонял какой-то безотчетный страх. Были вариации этой легенды. Вроде бы кто-то погиб, вроде бы кто-то обрезал веревки и упал туда. У подножия горы экспедиция Черноброва действительно обнаружила вход в глубокую вертикальную пещеру. Чтобы продолжить путь, исследователям было необходимо понять, есть ли там кислород. Мы бросили туда зажженный факел, чтобы посмотреть, потухнет он или потухнет, то есть есть ли там кислород. Этой опасности, то есть отсутствия кислорода, там не оказалось. Количество углекислого газа оказалось в норме, ну и наличие других ядовитых газов тоже, в общем-то, было в пределах допустимого. Тем не менее, так сказать, пока оставались сомнения, мы сначала опустили туда видеокамеру, чтобы осмотреться, нет ли чего-то подозрительного. И в тот момент, как мне кажется, мы нашли причину страхов, которые возникали у альпинистов-спелеологов, спускавшихся внутрь. Спускаясь в пещеру, члены экспедиции испытывали странное необъяснимое чувство страха и подавленности, о котором говорили местные жители. Вскоре удалось обнаружить на стенах необычные боковые ответвления. Начертив схему этих ответвлений на бумаге, Вадим Чернобров обнаружил удивительный факт. Шахта по своей форме напоминает огромного размера флейту или свирель. В этой гигантской свиреле высотой больше чем полсотни метров начинают гудеть наведенные звуки. Поскольку свирель имеет большие размеры, то и длина звуков тоже достаточно большая. Длина эта близка к частоте звука, которая воздействует непосредственно на мозги, то есть около 10 герц. И это тот самый звук, который не слышит человеческие уха, но который вызывает безотчетный страх. Это означает, что человеческий слух улавливает лишь пронзительный гул ветра, но не слышит те звуковые частоты, которые вызывают чувство страха. Несмотря на то, что члены экспедиции исследовали пещеру долгое время, ни глубину, ни ширину страны шахты так и не получилось определить. Более того, до сих пор неизвестно происхождение этой пещеры. Тем не менее, удалось выяснить, что в ней на большой глубине находится вода. А это дает исследователям повод для новой, более невероятной версии. Ад может находиться под водой. В древних тибетских источниках существует упоминание о том, что преисподнее скрывается под двойным дном земли. Историки утверждают, что под вторым дном подразумевалось море. Существует обширный подземный мир. Существует он под морем. Ниже уровня дна находятся многочисленные подземные вместилища. Их насчитывает древнекитайская традиция 10 основных. И позднее, в первом тысячелетии до нашей эры, эти вместилища начинают окрашиваться вот такие инфернальные тона. То есть им придается качество ада, в котором души китайцев будут проходить своеобразное тюремное заключение. То есть временные муки. В тибетской книге мертвых Бардот Хёдл есть упоминание о том, что под дном земли находятся шесть миров. Миры представляют шесть возможных путей, и попадание в тот или иной мир зависит от деяний. Инфернальные духи приводят к этому начальнику, фактическому начальнику тюрьмы, души умерших. И начальник тюрьмы проводит расследование, напоминающее следствие по преступлению. И назначает мучения для каждой из душ. Согласно тяжести совершенных человеком преступлений. В одном из этих малых адов людям вырывают глаза, в другом снимают кожу, в третьем отрубают конечности, в четвертом водят по раскаленным углям, в пятом мучают вечным льдом и холодом. За небольшое прегрешение назначалось самое щадящее наказание. Так, к примеру, душа монаха, который исполнял ритуал не очень добросовестно и, читая молитвы вслух, некоторые из них пропускал, отправлялась после смерти отбывать наказание за лень. Он должен будет читать молитвы, все те, что он забыл прочитать или же из лености не артикулировал, он должен будет читать их или в полной темноте, или же при свете минимального огня, тем самым напрягая свое зрение. И как только он прочтет все должные молитвы, тем самым его вина будет прощена, и он вернется на землю. Таким образом, душа, попадая из одного мира в другой, постепенно расплачивалась за каждый из своих грехов. Она находилась в полной власти темных сил и не обладала никакой информацией о том, когда закончится ее путь. Для человека это самая страшная ситуация, когда я ничего не могу понять, когда я ничего не могу контролировать, когда я ни на что не могу менять, влиять, и все происходит или не происходит, вне всякой корреляции со мной, с моими желаниями, предположениями и так далее. И вот это вот какой-то бесчеловечный, не антропоцентричный хаос, в который я пооружен. Для меня это хаос, я ничего понять там не могу. Есть еще одна версия, по которой вход в загрубный мир находится в том месте, где Земля в буквальном смысле проваливается под ногами. В той точке планеты, где огонь проступает из ее недр на самую поверхность. И как оказалось, такая местность на Земле действительно существует, и находится она в 260 километрах от Ташхабада, столицы Туркменистана. Уникальнейшее место, которое, наверное, одно из немногих, которое можно называть дырой в ад, просто без всяких кавычек. Вот это необычное место. Огромный светящийся кратер виден издалека. Огонь в нем не угасает никогда и ни при каких обстоятельствах. Даже сильные ветра и проливные дырой... ...буквально горит... ...физически образовалась эта дыра, в принципе, хорошо известно из советской истории этой республики. Это странное место в 1971 году обнаружили советские геологи. Недалеко от деревушки Дарваза в Туркменистане они осваивали месторождение газа. Они пробурили всего несколько метров, и неожиданно земля буквально стала проваливаться под ногами. Все члены экспедиции вместе с машинами и техникой провалились в месту. Его появление сопровождалось катастрофой, туда ухнула техника. Ну и эта дыра самая большая. И именно в силу известности среди местных это место и получило такой очень нехороший, очень мистический налет, и о нем вспоминают не иначе, как с одраганием. То есть местные жители относятся к нему не то, что с пиететом, а просто со страхом. После случившегося в прессе появились сообщения о том, что в тот день никто из членов научной группы не пострадал. Однако сегодня стало известно, что в этой истории немало темных пятен. Поскольку ни фамилии участников той геологической экспедиции, ни точное их количество узнать так и не удалось. А это может означать только одно – истина скрыта от посторонних глаз. Тем не менее, нам удалось выяснить, что подобных пропастей в Дарвазе несколько. Очень редко упоминают, что таких дыр в ад в этой республике три. Другие, они как бы поменьше и, может быть, меньше и находятся несколько дальше. То есть труднее туда добраться. Но я не уверен, что мы не знаем о четвертой, о пятой и о других дырах. Потому что горящие выделения газа из-под земли в этой республике встречаются, особенно в горной местности, в разных местах. Известно, что место, где сегодня находится современный Азербайджан, в старину называли землей огня или землей огнепоклонников. Существует свидетельство того, что в этом месте земля буквально горела под ногами. По одной из версий, огонь полыхал из-за газа, который выделялся из недр земли. Однако местные жители больше верили древней легенде, в которой говорилось, что на глубине находятся адские котлы. И поэтому эти участки земли горели буквально изнутри. А последние открытия физиков говорят о том, что древняя легенда не вымысел. Академик Раэн Андрей Тюняев уверен, в центре земли находится второе солнце. Если оценивать ее температуру внутри земли по сравнению с температурой солнца, ну, может быть, здесь в десятки раз больше. То есть этот счет идет на миллион градусов. По мнению ученого, второе солнце – необычная белая дыра. Эти космические объекты были обнаружены израильскими астрономами в 2006 году. Однако они убеждены, что белые дыры могут находиться и на Земле. Белая дыра – это такой небесный объект, антиподом которого является сейчас черная дыра. Черная дыра более-менее всем известна. Белая дыра – это то, что преобразовывает физический вакуум, то есть пространство, которое между нами находится, оно преобразуется в вещество. И вот это вещество, когда появляется из пространства, оно вступает в термоядерные реакции, и в результате вот эта белая дыра, она как бы создает из ничего планету. Или ее звезду. Белая дыра порождает материю и работает непрерывно, как термоядерный реактор. Именно поэтому в центре Земли температура достигает нескольких тысяч градусов. Допустим, по разным мифологиям ад внутри находится хоть и внутри какого-то предмета, ну, допустим, Земли или еще какого-то мифологического предмета, но он имеет разную температуру. И, допустим, по одним мифологиям это пекло, жар, копоть. Это означает, что наши предки были правы, когда искали преисподнюю под землей. Возможно, они обладали большими знаниями о строении нашей планеты, утверждая, что внутри нее бушует адское пламя. Но чтобы подтвердить эту теорию, были необходимы неопровержимые доказательства. Некоторые исследователи считают, что именно для этих целей в 1970 году советскими учеными была создана уникальная Кольская скважина, которая находится в Мурманской области. Место для бурения было выбрано не случайно. Ведь Кольский полуостров расположен на территории геологического Балтийского щита, который образован из древних породов. Их возраст составляет 3 миллиарда лет, тогда как возраст нашей планеты 4,5 миллиарда. И этот факт давал ученым возможность для невероятных открытий. Вот если мы научным оком взглянем на планеты ад, то мы должны найти такие условия, которые очень будут тяжелы для человека. В современных понятиях этими условиями являются два состояния материи. Первое – это когда очень-очень жарко, и человек буквально сгорает в этих условиях. Но это может быть, например, в центре Земли. Для того, чтобы древнее предание подтвердилось и человечество убедилось, что в недрах нашей планеты действительно настоящее пекло, необходимо было добраться до отметки как минимум в 7 тысяч метров. Ведь именно на такой глубине, как считали наши предки, скрываются ворота в ад. Единственное место, которое не идентифицировано до сих пор, это место, где находится вход в потусторонний мир, в загробный мир. Вход в ад, называйте его как хотите, где это место есть. Попытки найти врата в преисподнюю исследователи предпринимали много раз. Так, американцы бурили в районе острова Мауи на Гавайях. Но их буровая установка не опустилась глубже трех километров. При бурении сверхглубокой скважины в Катаре специалисты тоже застряли на глубине трех тысяч метров. И во всех случаях на этой отметке начинали происходить странные вещи. Буровые установки неожиданно проваливались в пустоту или ломались. Неужели что-то или кто-то мешал ученым проникнуть вглубь земли? Значит, представление очень многих людей от... Это действительно некая такая огненная зона, где, значит, бегают черти там со сковородками, которые поджаривают души несчастных людей на них, едят, мучают. Исследователи древних текстов считают, что именно эти демонические сущности охраняют врата в ад. Российские ученые были первые, кому удалось перейти загадочный рубеж в три тысячи метров и проникнуть так глубоко под землю. Когда Кольская буровая установка добралась до отметки в семь километров, впервые было открыто, что на такой глубине температура составляет более 120 градусов. Когда же геологи проникли на глубину в 12 километров, то определили, что там держится самое настоящее пекло. 220 градусов выше нуля. Далее ученым необходимо было определить, какие процессы протекают на такой глубине. Тогда геологи решили опустить в сверхглубокую скважину микрофон. И то, что они услышали, повергло их в ужас. Опустили микрофон, и там какие-то крики, стоны и так далее. То есть там очень жарко. Они, говорят, замерили, там должна быть бешеная температура. Но кто кричит? Кричать может биологическая оболочка наша. Но биологическая оболочка людей, которых душа покинула, их просто аккуратненько складывают в ящик и закапывают, ставят памятник и все. Правильно ведь? Кто там мог кричать? Вот часть той записи, которую удалось сделать на глубине в 12 тысяч метров на Кольской скважине. Когда микрофон достиг дна скважины, бурильщики услышали мощный рев и многочисленные стоны, раздававшиеся из глубины земли. Что это были за звуки? Ответа нет и последний. Ведь продолжать исследование глубин земли нет возможности. Сегодня одна из самых глубоких скважин в мире заброшена. А значит, вопрос о том, что именно происходит на невероятной глубине, в самых недрах нашей планеты, так и остался открытым. На вере в вечное блаженство или вечные муки строятся все религии. Страх, который движет человеком на протяжении всей жизни, усиливается перед смертью. Человек боится того, с каким багажом подойдет к этой исходной черте, к страшному суду. В основном, когда человек видит вот эти крики, как вы говорите, он не приходит как в себя. Он уже умирает, потому что его душа начинает, еще больше страх появляется, и душа начинает бороться, потому что он не понимает, действительно попадет он туда или он попадет в рай. Но ему показывают за его поступки такие, которые он что-то делает, да, что это нельзя так делать. И в основном возвращаются те, которые именно видели как рай, а не как ад. Однако Валентина Хрусталева, одна из немногих, кто оказался в состоянии клинической смерти, считает, что увидела ад и при этом смогла вернуться обратно. Когда я была клинической смертью здесь вот уже в 54 года, я делала операцию в Зеленограде, то в то время я видела, что я улетела, что меня здесь нет, что и земли подо мной нет, что где-то я не знаю где и очень темно. И немножко какой-то такой страх, что мне не хочется там болтаться где-то, я хочу. Все-таки на землю. Валентина Хрусталева очнулась на операционном столе. Действие наркоза закончилось раньше, чем хирурги завершили операцию на почке. Она открыла глаза, увидела лица врачей, а через секунду почувствовала невыносимую боль и потеряла сознание. Представь себе, что такое, почувствуешь, какую боль. Я закричала, они мне там тогда еще дали много наркоза, очень много. Оказалось, что организм не выдержал большую дозу наркоза, и сердце Валентины остановилось. Тогда у врачей было всего несколько минут, чтобы сделать почти невозможное – вернуть человека с того света. Пока тело Валентины содрогалось от мощных разрядов дефибриллятора, ее душа путешествовала по загрудному миру. Ну вот когда, допустим, человек попал просто на пожаре в огонь, ему больно, ему плохо дышать, обгорает он весь, это не ад. Это его погибель, тело. Это никакой не ад. Это другая вещь. Там идет вот этот просев, анализ, что плохое в сторону, что хорошее в эту сторону, и что перевесит. Валентина утверждает, сразу после темноты она увидела длинную очередь из душ грешников, которые томились в ожидании суда. И несмотря на то, что все они уже находились в руках дьявола, каждый из них не терял надежду быть прощенным и попасть в рай. До буддийские, древнеиндийские религии, древидическая религия, вероятно, а уж ведическая религия и брахманизм точно, признавали концепцию реинкарнации. Признавали учение о бессмертной душе, которая лишь претерпевает какие-то изменения во времени. Понятие искупления грехов души существует во многих древних источниках. В индуизме и буддизме есть идея реинкарнации или перерождения. Когда шанс искупить прошлые грехи предоставляется душе в новой жизни, уже в другой телесной оболочке. Не зря происходит то, что постукивание или передвижение в комнатах. Это все не зря происходит, на самом деле это есть. Также прилетает голубь или птица, это душа человека летит. И он дает о себе знать. Душа умершего в новой жизни может родиться в теле животного, птицы или другого человека. Существует даже понятие перерождения по имени. Когда умерший грешник получает возможность родиться заново в человеческом теле своего однофамильца. Рождается ребенок в доме, и, например, от душа возвращается. То есть у него фамилия, например, имя и отчество. И того человека, который душа ушла, возвращается в эту же душу с таким же фамилией, именем и отчеством. Именем, вернее, и отчество возвращается. И он может прожить не обязательно такую жизнь. Он возвращается для того, чтобы исправить свои какие-то ошибки. В древнем Египте понятие реинкарнации связывалось с тем, что душа, попадая в иную мир, теряет память. Иными словами, забывается опыт прошлой жизни. Египтяне полагали, что отправлять умершего в загробный мир можно только с точной инструкцией действий. А в гробницу необходимо класть предметы, которые бы напоминали умершему, кто он такой. Более того, в древней книге мертвых было сказано, что от того, как поведет себя душа, попавшая между миром, будет зависеть ее дальнейшая судьба. И то, куда она затем отправится. В рай или в ад. Четкая схема событийного ряда наличествовала. Об этом говорят тексты саркофагов и тексты пирамид. Но в первую очередь тексты саркофагов, поскольку они представляют собой своеобразное руководство к действию или памятку умершему, которой он должен следовать, если хочет благой загробной жизни. Вот и все. Это инструкция, как себя вести в загробных мирах. Египтяне считали, что душа бессмертна. Но для того, чтобы ей отправиться в загробный мир, сначала нужно подготовить тело. По этой причине умерший мумифицировался. После чего над телом совершался специальный обряд. Затем тело сохранялось в этом мире, а душа отправлялась на суд к царю загробного мира Осирису. На суде богиня истины и справедливости и сам бог Осирис выясняли у души, какое существование она вела на земле. Это так называемая негативная исповедь. Все ее фразы начинаются со слов «я не». Это не что иное, как памятка паникующей на суде Осириса душе, что нужно говорить, чтобы тебя пропустили в места блаженных. И там речь идет о том, что человек не совершал никаких преступлений. Он не делал ни того, ни пятого, ни десятого, ничего он плохого не делал. И поэтому на нем нет никакой вины, и его можно оправдать на суде Осириса. Кроме того, египтяне были уверены, что в загробной жизни им за все придется платить. За комфортное путешествие по загробному миру, за информацию об этом путешествии и прочее. И в том случае, если душе нечем будет расплатиться, ей придется лишиться фрагментов своей собственной сущности – ног, рук и даже головы. Существует на земле товарно-денежный оборот. Вот примерно такой же товарно-денежный оборот существует и в загробном мире. Так, к примеру, древние римляне считали, что первое, что потребуют с души в загробном мире – это оплата услуг перевозчика. Для того, чтобы душа, оказавшаяся по ту сторону жизни, оставалась платежеспособной, в могилу клали деньги. Погребаемый облекался в савон. Такой савон по-гречески называется синдон, или же по-церковно-славянски плащаница. И на глазницы погребаемому клались монеты. Этот обычай очень древний, и восходит он именно к практике оплаты каких-то услуг существ загробного мира. В то, что существование ада и рая не просто красивая легенда, верил известный ученый Константин Циолковский. В середине прошлого века он выдвинул теорию о том, что высшая форма материи – это плазма. Ученый был уверен, что человеческая душа – это тоже плазма, которая после смерти тела не исчезает, а словно мигрирует. Вот только как и куда – неизвестно. В каждом из нас, ну, душа есть понятие во всех религиях, так сказать, на самом деле есть такое. Как я сказал, это энергоинформационная сущность, духовная. Совсем недавно астрофизики сделали невероятное открытие. Оказывается, раскаленных планет, которые могут претендовать на звание ада, в космосе огромное количество. Самая ближайшая к нам сверхгорячая планета находится на расстоянии в 40 световых лет. Эта экзопланета расположена в созвездии Рака. Желтый карлик в 8 раз тяжелее Земли. Его плотность в 2 раза больше, чем у нашей планеты, и он словно состоит из свинца. Температура на поверхности свинцовой планеты достигает 2700 градусов Цельсия. При такой температуре кипит сталь. Даже если предположить, что жизнь в подобных условиях возможна, то только в виде плазмы. Но если следовать утверждениям Циолковского и предположить, что человеческая душа – плазма, то, возможно, эта планета и есть созданный Всевышним Ад для совершивших грехи землян. Субтитры создавал DimaTorzok